Двигатель 1.8 бензиновый, 140 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Передний привод. Машина 2009 года выпуска. Замена лампочек габарит. Тема, думаю, не новая, поэтому на эксклюзив я не напрашиваюсь. Один раз был случай, ко мне на улице подошел парнишка, по его словам, у него тоже опель, как у меня. Он все пытался поставить диоды, но они почему-то горят несколько секунд и гаснут. Для того, чтобы в габаритах светились светодиоды, лично я пошел самым простым путем, а именно. Купил в автомагазине за 400 рублей данный девайс, в народе называется кукуруза. Никаких проблем с установкой, все отлично включается и светит, ничего пойти не нужно. Материл матом молдинг. Обтягиваем задний молдинг двери матовой пленкой. Взял строительный фен и начал жарить. Буквы отвалились. Далее начал натягивать. Матерился и натягивал. Красим решетку радиатора пласти дипом. Купил баллончик с дипом плюс праймер к нему. Решетку принес на работу, обезжирил с пертягой. Продолжение следует... Немецкая антенна и заглушки в крышу. Немного решил добавить ярких цветов на черную, мрачную антенну. Приехал на работу, скрутил ее и понес на работу. На работе у меня было немного красного и желтого урокала 641 и строительный фен для ее натяжки и обтяжки. Эматуем решетку радиатора или переделка прошлого дипа нуте. Делал о покрытии хромированной декоративной накладки на решетке радиатора с жидкой резиной. Как показала практика и как писали другие пользователи ресурса, надо было полностью снимать хромированный слой, иначе жидкая резина продержится относительно недолго. У меня она начала отваливаться где-то через 6-8 месяцев, и вот наконец на предыдущей неделе мне надоел вид страшной решетки. Решил снять ее и переделать все по уму. Принес на работу и начал обдирать хромированное покрытие. Купил краску Пинго данную краску, можно наносить на поверхность вообще без какой-либо подготовки. Советую данную краску всем. Следующий вопрос был, как закрепить грамотно накладку к основной решетке. Так как некоторые крепления сломаны, и накладка держится очень сомнительно. Если вы обратили внимание, решетка зафиксирована стяжками, колхоз жуткий, не спорю. В голову сразу пришел простой, но эффективный способ. Делаем 4 отверстия на нижней поверхности загиба, 2 слева, 2 справа. И по 2 отверстия сверху, 1 слева, 1 справа. Летние тапки, потеря колпачка и смена решетки радиатора. Продолжение следует... Мой друг, брат и просто отличный парень Ден, с которым мы дружим с 3 лет, дал мне послушать альбом «Матр» немецкой группы Рэмстайн. С тех пор, любовь и преданность к данному коллективу меня до сих пор не покидает. У меня дома на этот счет имеется специально отведенное место. Так как противотуманные фары я практически не пользуюсь или пользуюсь крайне редко, мною на работе были сделаны две заглушки из черного пластика с гравировкой логотипа группы Рэмстайн. После гравировки пластик открывается прозрачным. Субтитры делал DimaTorzok Заехал в автомагазин, начал выбирать шумку и увидел ее. Больше ни на что я смотреть даже не стал. Снял обшивку, карту, дверей. Сорвал заводской пакет. Начал клеить внутреннее пространство дверей. Проклеил внутри всю дверь, даже за внешним металлом. Смотрим вовнутрь через дырочки и видим. В общей сложности на одну дверь ушло три листа шумоизоляции, и это с сохранением рисунка что внутри, что и снаружи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...